Летчики военно-космических сил России, которые в начале недели прибыли в Венесуэлу для проведения учений, уже вскоре отправятся в пункты постоянного базирования в Россию. Напомню, бомбардировщики Ту-160 и Ф-16 военной авиации Венесуэлы привели маневры над Карибским морем. В Латинскую Америку Москва направила также тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62. Активность России в регионе обратила на себя внимание Соединенных Штатов. В Вашингтоне сначала назвали отправку боевой авиации в Южную Америку провокационным полетом. Пентагон пообещал пристально следить за Ту-160, потому что бомбардировщики способны запускать крылатые ракеты с ядерным боезарядом. А госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку российских самолетов в Венесуэлу разбазариванием госсредств. Кремль в ответ заявил, что такие выражения недопустимы, они недипломатичны. Ну а накануне с оригинальной точки зрения выступил посол США в Колумбии господин Кевин Уитакер. По его мнению, считать российские бомбардировщики Ту-160 угрозой не стоит, потому как находятся они в таком возрасте, что их временное нахождение в Венесуэле нельзя считать провокацией. Они реально из музея, резюмировал Кевин Уитакер. Так это или нет, обсудим со специалистом. К нам присоединяется военный эксперт Павел Фельгенгаур. Я приветствую вас в прямом эфире. Артевия, слышите ли вы студию? Да, слышу. Ну, не могу не спросить, насколько корректна оценка господина Уитакера, который сравнил российские бомбардировщики Ту-160 с музейными экспонатами? Это первый вопрос. Ну, самолет не новый, это точно. Это конструкция 70-х годов. Началось производство 80-е, потом прекратилось. Сейчас хотят их возобновить, поскольку, в общем, больше ничего нет. Да, действительно, не очень новые, а главное, что конструктивные, не очень, в общем, интересные машины. Они как бы устарели еще в процессе своего конструирования. То есть они сделаны по технологии изменяемой геометрии крыла, а она оказалась тупиковой. В свое время казалась очень интересной и в 60-е годы, и в 70-е. А сейчас все понятно, что она не нужна, только удорожает изделие. Летать они действительно большие, быстрые, могут тратить много вооружений на борт. Но скорость в сегодняшнем мире не помогает. Надо, конечно, обладать скрытностью. А это, так сказать, стелта у них, в общем, нет никакого. Но, в принципе, запускать кроватые ракеты могут, тем более сейчас у нас есть большой дальности, до 5000 километров. И понятно, что еще и в советское время планировалось, что стратегические бомбардировщики будут налетать с разных сторон. Ну, не только через Атлантику или через Ледовитый океан по прямой дороге из России в Америку, из Советского Союза в Америку, но и через с южной стороны, чтобы американцам приходилось растягивать свое ПВО. И для этого в свое время Советский Союз построил огромную базу на островах Зеленого мыса, на острове Сау, значит, Соль по-португальски. Я там бывал в свое время, там почти 4 километра длиной взлетно-посадочная полоса для стратегических бомбардировщиков. Там, кстати, вот некоторые из самолетов, из тех, что летали в Венесуэл, тоже останавливались на острове Сау для дозаправ. Так что в этом идея, что в случае особого периода, вот в Венесуэл отправим несколько самолетов, они будут угрожать обстрелам США, пилатыми ракетами с ядерными боеголовками с южного, так сказать, направления, чтобы растянуть оборону противника. Для этого они совершенно годятся. Павел, минута у нас буквально остается. Учения в Венесуэле стартовали вскоре после визита в Москву президента, собственно говоря, Венесуэла Николаса Мадуро. Насколько до этой недели был масштаб серьезного именно военного сотрудничества Москвы и Каракаса? Как-то раньше были замечены, что российские, что венесуэльские военные в таких маневрах? Да, уже туда не один раз летали наши Ту-160. Теперь у них еще и двигатели сумели произвести, так что летать они могут, моторесурс увеличили. В Венесуэле мы продавали многое оружие. Они нам задолжали там много-много миллиардов долларов. Выплатить, наверное, никогда не смогут, потому что абсолютно разоренная страна. И когда рухнет нынешний режим Мадуро, я думаю, новая Венесуэла откажется платить по старым долгам. Так что вот напоследок, как говорится, пользуемся. Пока там еще Мадуро. Спасибо за анализ. Столь подробный военный эксперт Павел Фильгенгауэр был с нами на прямой связи. Мы обсуждали завершившиеся совместные учения, которые проводили Россия и Венесуэла, и которые вызвали немало вопросов у руководства Соединенных Штатов Америки. Субтитры создавал DimaTorzok